Продолжение следует... И каждая из них по-своему прекрасна. Может быть, это вершина успешной карьеры или удачный бизнес. А может быть, достойное уважение профессия или признание миллионов поклонников. Или это победы, одержанные над соперниками и прежде всего над собой, что несут гордость свершения. Мы будем искать себя, находить новые свои отражения в этой огромной открытой жизни. Мы уже начинаем принимать свои решения и учимся отвечать за них тоже сами. А еще нам не нужны чужие советы. Мы имеем собственное мнение. Мы можем многое себе позволить. Мы становимся взрослыми. Наш новый мир – это свобода быть самим собой, строить свой мир таким, каким мы хотим его видеть. Свобода учиться и работать, отдыхать и развлекаться. Все начинались с так называемых легких наркотиков. Кажется, что это безобидно, забавно, что в любой момент бросишь и все. Так, ради крутизны, ради того, чтобы похвастаться перед друзьями, ты закуришь сигарету или пьешь стакан водки. Это глупость, это детский сад, все. Роман Белык. Больше известный под псевдонимом Рома Зверь. Лидер популярной группы Звери, чьи песни поднимаются на вершины хит-парадов. И, к сожалению, тем подросткам, которым сейчас 15, 16, 17 лет, к сожалению, донести эту информацию практически невозможно. Это нереально. Потому что они скажут, да ладно, пошел ты, дядя, в жопу. Потому что я все знаю, и все равно в компании, чтобы выглядеть хорошо, у меня должна быть вот как-либо сигарета, либо стакан, либо косяк, да, там, с травой, либо еще что-нибудь, чтобы чувствовать себя взрослым. Но когда этот человек подростком-то живет до возраста 30 лет, 40, и он поймет, что это все неправильно, это ошибка. Большая опасность, что многие эти люди не доживут до зрелого возраста, либо доживут искалеченными и уже будут инвалидами, либо зависимыми от алкоголя, либо от наркотиков. Легкие наркотики – очень опасная, отвратительная штука. Если у тебя нет занятий никакого, ты находишь это на замену. А замену найти очень легко. Приходишь в ларек, покупаешь пиво, пачку сигарет, и сидишь, кайфуешь с друзьями, трендишь ни о чем. Травишь анекдоты, сидишь в интернете, смотришь там порнуху или еще какую-нибудь ерунду. Все. Вот. Найдите себе занятие. Самое главное занятие. Чтобы чего-то добиться в жизни, нужно работать. А работать с косяком и с бутылкой пива невозможно. Это действительно невозможно. Да, это здорово, хорошо, гуляй пока молодой и так далее. Но нужно все-таки понимать, что в будущем, чтобы чего-то добиться, ты должен быть трезвым во всем. Чтобы голова твоя была чистой, готовая к работе, к мысли, к идее и так далее. За всю свою карьеру я ни разу перед выходом на сцену не выпил. Потому как мне это не нужно, и мне это мешает. А работа на сцене – это движение, два часа в движении. Это большая нагрузка и на сердце, и вообще на все группы мышц, скажем так. Дорогие друзья, мальчики и девочки, для того, чтобы быть успешным человеком и достичь чего-то, нужно быть обязательно в трезвом уме. Поэтому наркотики, алкоголь и прочие средства для расслабления будут вам только мешать.